Здесь показывают развязка автомобильная, здесь группа жилых домов, вот таких вот однотипных, как бы таких модульных. План застройки территории Казанского авиационного института создан вручную. Тогда в 70-е чертили и раскрашивали без помощи компьютера. На выставке, посвященной архитектуре советских лет, проекты студии Мосфильма, реконструкции Сталинграда, озеленение парков – все из фондов Самарского архива. В советское время здесь хранилась научно-техническая документация всей страны. Если не знать, где расположены эти постройки, в каждом из этих домов многие могут узнать свой. Их строили в 60-е по типовому проекту по всему Советскому Союзу. На фото, например, виды Минска, но точно такие же дома есть и в Самаре. Стадион в Молотовском на Никировском районе Самары. Он так и не был построен. В архиве есть только фоторепродукция, сам проект не найден. Архивисты объездили весь район, но места, где предположительно мог бы располагаться этот стадион, не нашли. Документов с похожей судьбой немало. Школа номер 28 построена по экспериментальному проекту. Таких было всего три в стране. В ходе эксплуатации многое пришлось изменить. Она вытянута очень сильно в длину. Трехэтажное здание. Для нее специально была разработана мебель для таких школ. Во время эксплуатации выявилось очень много недостатков этих школ. Например, вогнутые доски, на которых неудобно было писать, использовать решины треугольники линейки. В целом, хотелось, конечно, поблагодарить устроителей выставки, организаторов за прекрасную возможность посмотреть на то, как создавались те, в целом-то остаются уникальные памятники. И больницы, и дома культуры, и стадионы. Они до сих пор живут, до сих пор действуют. Поэтому очень интересно посмотреть. Выставка, посвященная архитектуре и градостроительству в СССР, проходит в рамках пятого историко-архивного форума. Познакомиться с проектами прошлых лет можно до 22 апреля. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.